Добрый день, дамы и господа, всем привет от Диты, не буду говорить уже какой Канады, в контексте нашей нынешней погоды говорит солнечный как-то не комильфо, но не суть. Сегодня мы с вами отправляемся в магазин H&M, давно мы там не были, если честно, я туда давно не ходила по причине того, что примерочные закрыты, а ходить просто так обзирать, это не совсем интересно, и в общем, когда ничего нельзя померить, то это как-то не очень приятно, но тем не менее, вот решила сходить. И поняла, что у нас уже вовсю рулит праздничная тема, это Рождество, это Новый год, и вот изделия, так сказать, украшенные блестками, бусинами, разными стразами, теперь, в общем, присутствуют в достаточно больших количествах, как вы видите, вот начиная со свитеров, то есть вот даже вот такой свитер с жемчужинками на воротнике, он, в принципе, его тоже можно посчитать как праздничный выходной наряд, на самом деле он висел у входа, вот этот свитер, и рядом с ним висела, я вот жалко не засняла, атласная бежевая такая юбка, молочного тоже цвета, и вот я думаю, что вместе они бы выглядели очень неплохо, и даже, в общем, вполне себе нарядно. Вот, видите, вот трикотажные изделия с разными красивыми такими пуговицами, типа бусин, жемчужин, и вообще вот трикотаж, свитера отделаны какими-то стразами, блестками, в общем, как бы я так понимаю, что это сейчас тема, особенно учитывая то, что Новый год зимой, и как бы вот кофточка тепленькая не помешает. Но не только, вот видите, есть платья вот такие вот в пайетках, густо-густо усыпанные блестками, ну вот просто обычное платье, простое совершенно прямое платье, но все-все-все ушито пайетками, может стать вашим нарядным платьем на Новый год, или на Рождество, если вы, конечно, захотите вот так вырядиться в пайетке, то вполне. Или вот эта поскромнее, бархатная, с какими-то точечками, типа с металлизированными такими горошками, знаете, тоже как бы косит под нарядный, нарядный аутфит. Может быть, это может быть вот такая вот майка на шлейках, не майка, а топик такой, скажем, на шлейках и тоже весь в пайетках. И, кстати, вот я хочу сказать вот про эту вещь. Она, несмотря на свою простоту фасона, вот как бы это обычная футболка, просто она вся ушита пайетками, расшита. В принципе, если правильно ее одеть с правильным низом и правильным, скажем, вот пиджаком, типа вот такой вот жакет, то я думаю, что она вполне может сыграть, в общем, как бы роль праздничного, праздничного аутфита. Кстати, вот к этому же жакету, пиджаку, были такие вот лосины, тайцы, тоже все усыпанные люрексом, блестками и пайетками. Выглядит достаточно глупо, но на самом деле я думаю, что хорошо обыграть их тоже можно сделать это как бы праздничным нарядом. Ну и мы продолжаем экскурсию по царству пайеток и блесток. Вот такое вот платье, совершенно концертное, я бы сказала, с такими воротниками а-ля Голливуд 50-60-х годов, все усыпанное пайетками и блестками. Вы тоже можете вполне его надеть на Новый год. Или вот такое вот чудо чудесное, всего лишь за 30 долларов, вы можете стать обладательницей вот таких вот кружев, серебряно-черных кружев. И еще с каким-то бантом на животе, в общем, не удалось мне разглядеть и понять это платье, если честно, особо не старалась, потому что мне оно очень не понравилось. Ну просто как, ну как вариант, в принципе, на один раз надеться, такие деньги и как бы не жалко. И вот это вот не купали, конечно же, а боди такое тоже сделано как бы праздничное в таких вот точечках. И еще вот такой свитер, кстати, там был бежевый, а этот серый, а серый мне даже понравился больше. И вот несмотря на то, что вроде бы как жемчуг, вот эта отделка жемчугом как бы уже вроде бы вышла из моды, но тем не менее вот воротничок такой обшитый жемчужиной, он выглядит вполне неплохо. Все, переходим в нормальную, нормальную, так сказать, каждодневную одежду. То, что нам нужно на каждый день. И тут уже, конечно, у нас свитера, юбки, блузки, все вот это вот. И вот был такой зеленый свитер. И вот это очень интересно и симпатично, мне понравилась расцветка, клетка, юбка такая, карандаш с запахом, с поясом. Пояс такой завязывается бантом. Неплохой цвет и неплохой фасон. И рядом висела очень, тоже мне понравилась такая под кожу, кожезаменитель, конечно же, рубашка. Ну, как вы понимаете, это сейчас виск. Все у нас сейчас про кожу, про клеенку, кожу, кому что нравится, кто что любит. И вот эта зеленая, приятная, очень цвета блузка, на пуговицах кожаная. Мне тоже очень понравилась. Более того, она мне очень понравилась вместе вот с этой вот юбкой. Они как бы и висели как-то рядом, но мне кажется, они по цвету очень хорошо сочетались. Я бы с удовольствием примерила этот комплект, эту блузку и вот эту юбку. Если бы были открыты примерочные, еще раз повторюсь, мне кажется, что это было бы, выглядело бы неплохо. Хотя у меня возникли сомнения, потому что вот эту блузку, в принципе, в такую юбку нужно заправлять. А вот можно ли легко ли заправить кожаную вот эту вот блузку в юбку, я сомневаюсь. Но, тем не менее, по цвету они очень подходили. И вот рядом же еще висела такая черно-зеленого цвета жилетка. Жилет вязанный, толстые вязки, с большим горлом. Тоже очень сейчас модная тема, вот эти жилеты. Ну, в этом сезоне, во всяком случае, это модно. Или даже в прошлом уже были. Много их везде, разных всяких. Были еще тоже пуховики, конечно же. Но пуховики, знаете, какие-то такие безликие. Но ничего такого в нем особенного не было. И вот это пальто мне тоже понравилось. В прошлый раз, когда мерила пальто в ячином, я, по-моему, его не видела. Были много пальто разных и всяких. А вот эта серая в елочку, по-моему, мне не попадалась. А мне оно, в принципе, понравилось. Еще один пуховик, по-моему, точно такой же, как тот. Тоже довольно такой безликий. Ну, как вот, ну, никакущий совершенно. Не знаю, что-то ячинным с пуховиками как-то промахнулось, по-моему, в этом году. Ну, и, конечно, тема сиреневых лиловых вещей, которые сейчас очень модны. И снова вот пуговицы как украшения, как, знаете, прямо вот сделаны как будто бы брошки, бусины. Интересная тема. И тоже в этом году их много разных и всяких. А это уже свитера из серии, ну, я не знаю, я называю их бабушкины. Хотя, в принципе, это просто, не знаю, почему я так их называю. На самом деле, это просто как будто бы свитера ручной вязки. Вот эта вот вся текстура этого свитера и его, как бы, узор вывязанный. Узор очень напоминает то, как когда-то в нашу молодость наши мамы вязали нам такие свитера, потому что купить было ничего невозможно. Единственный способ одеться, это был шить и вязать. И моя мама, кстати, вязала совсем неплохо. И вот она вполне могла связать такой свитер, связанный на спицах руками. Он выглядел примерно точно так же, как вот тот, что я вам сейчас показала. Ну, и вообще, вот я так понимаю, что крупная вязка сейчас очень в моде. И это прям такой тренд-тренд. Всяких они цветов были. Вот видите, вот тот был серый, а этот, ну, обалденного, совершенно обалденного, обалденного лилового, сиреневого, лилового цвета. Ну, очень красивый, на мой взгляд. Ну, прямо очень. Стоили они 39 долларов. 39,99, ну, то есть 40. И рядом висел еще один свитер, такой же, что я все его рассматриваю, не могу повесить, как следует. Да, и вот точно такой же, похожий очень свитер серый, только длинный. Он практически платье. Он длины платья, ну, он стоит немножко подороже. Тот стоил 39, этот 49. Вообще, я вам хочу сказать, что H&M, мне кажется, как-то стал дешевле у нас в Канаде, во всяком случае. Вот вещи все, как бы, не очень дорогие. Вот я продолжаю свои бродилки. Там был такой ярко-красный свитер, симпатичный. А это снова какая-то отсылка к праздникам, к Новому году. Очень такой, как будто бы, топик цвета фольги. И черное платье, атласное, оно, кстати, сколько оно стоило? Тоже 40 долларов, по-моему, с белой такой отделкой. И вот пальто с искусственным воротником стоит аж, по-моему, 100 долларов. Не знаю, за что, но воротник так себе не очень. Знаете, бывает искусственный мех, и бывает искусственный мех. Так вот это не очень. Снова тема нашего канадского, мода канадских дровосеков. Она сейчас тоже рулит, причем, по-моему, во всем мире. Причем вот эта вот рубаха, она как бы, рубаха-пальто, она как бы стоит почти столько же, сколько стоит нормальное пальто. Что я вообще этого не понимаю. Если честно, это мод дровосеков мне не очень нравится. Несмотря на то, что я живу в Канаде. Но, тем не менее, я как-то себя не причисляю к канадским дровосекам. И снова я как-то прошла мимо какого-то отдела с какими-то праздничными, с позволения сказать, выходными, новогодними нарядами. Но, по-моему, это молодежный отдел для молодежи, тинейджеров. Ну и так эти вещи и выглядят. Стоят они недорого. По 20 долларов эти платья. И, в общем, всего за 20 долларов вы можете стать обладательницей вот такого блестящего люрексового чуда с блестящими же шлейками. В общем, очень много люрекса, очень много каких-то стразиков, блестюшек разных. Но, если честно, я вам хочу сказать, они выглядят очень как-то дешево и непрезентабельно. Но я вам хочу сказать, что вот платья-то, конечно, нет. А вот если топ, например, надеть топ и с какой-то такой приличной юбкой, то, в принципе, я думаю, что его можно спасти. Даже он будет выглядеть, в общем, довольно празднично, как тот, вот, например, там с какими-то блестящими, блестящую точечку или вот этот под кожей или вот эти вот все вещи из люрекса ужасающего качества, совершенно синтетической пластиковой текстуры. Но очень блестящие. Я не призываю вас их покупать, но если вам нужно на один раз надеть, вот на один раз на выход куда-то и потом больше вам не понадобится эта вещь, то вот так вот, знаете, для одного раза с какой-то хорошей такой красивой юбкой может сойти, вполне может сойти. Вот, были, значит, свитера, обычные такие свитера, такие, знаете, с рисунком кататься на лыжах, на горных, а потом сидеть и пить глинтвейну камина. А это такие совершенно обычные свитера, однотонные или в полу, такие крупные широкие полоски, в общем, ну, обычно такой свитер на зиму, аксессуары, сумки. Ну, что вам сказать, эта сумка могла стать бы ребенком, если бы поженить Ботегу и Шанель, то вот H&M родила бы вот такую девочку, значит, вот такого ребеночка, которая такая вот смесь гибрид Ботеги и Шанель. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Что еще были? Ну, была вот сумка тоже, вот эти стеганные сумки, которые повторяют, как бы, всем нам известные бренды. Ну, что делать? Масс-маркет и H&M грешит. Да даже не грешит, собственно, все мы знаем, что они делают вещи, похожие на какие-то брендовые, с закосом под что-то, потому что, ну, потому что так делает масс-маркет. Вот, кстати, вот очень много, видите, вот формы этой пряжки. H&M в этом году решил догнать и перегнать Гуччи и убить вообще их своими, своими, так сказать, логотипом, который они натыкали во всех всевозможных аксессуарах, вот в разных сумках, которые, в принципе, отдаленно, но очень напоминают логотип бренда Гуччи. У них есть это на сумках, на всяких разных. Вот, конечно же, на ремне, который тоже очень напоминает нам какой-то логотип, известный нам всем. Но, опять же, повторюсь, это масс-маркет, который я очень люблю, кстати. Вот я грустно посмотрела на закрытую примерочную и пошла дальше в сейл, в распродажу. На распродаже я нашла ботинки моего пятого с половиной размера, что большая редкость, не стоили 60 долларов. На распродаже они были за 13. Такие прям под змею, такие прям, знаете, прямо вот. Конечно, я их на себя примерила. Не могла я пройти мимо. Не купила, если честно. Сразу вам скажу, потому что, ну, не знаю, кожзаменитель даже за 13 долларов у меня как бы достаточно есть обуви. Не стала я их покупать. Хотя, конечно, должна отметить, что выглядели они неплохо и даже как бы подходили к моему аутфиту сегодняшнему. Ну, вот к пальто, по крайней мере, они подходили вполне неплохо. Если честно, то вот издали, действительно, они выглядели неплохо. И даже они были, я бы сказала, удобные. Такой, знаете, широкий большой каблук, толстый, небольшая платформа. Вполне, вполне носибельно. Еще я нашла вот такой вот шарф, который сделан под шубку Тедди. Тоже примерила его к себе. И тоже он, по-моему, к моему аутфиту, вот к этому пальто он довольно-таки подходил. Ну, немножко так сливался. Может быть, нужно было бы, не знаю, трудно сказать. В общем, я его крутила, вертела, думала взять, не взять. Очень сомневалась. И в конце концов тоже не купила. Просто потому, что вот я не знаю, насколько это удобно в носке. Он такой, знаете, толстый, немножко душный. Его надо носить сверху на какое-то пальто без воротника, скорее всего. И это уже становится проблемой. В общем, решила, не надо мне пока. Ну, в общем, решила подумать. Еще нашла вот такую шапочку оранжевого цвета. В общем, почти что красная шапочка. Тоже посмотрела на себя, примерила. Хороший такой цвет, знаете, освежающий. Такой, знаете, добавляет румянца к щекам. И 10 долларов она стоила. Она была на сейле. Синтетическая, конечно, но приятная на ощупь. Пушистая такая, как будто бы под мохер. И, в общем, вполне себе такая. Ничего тоже не взяла. Подумаю, посмотрим. Ну, вот все, собственно говоря, девочки. На этом закончу мой обзор. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. И подписывайтесь, как всегда. Призываю подписываться на мой канал. Ставьте мне лайки, дизлайки, что вы хотите. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Люблю, целую. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...